Добрый день! С вами Юлия Черняева и это универсальный формат на телеканале Самаргиз. Всех приветствуем и рады, конечно, всегда вас пригласить в наш прямой эфир по телефону 202-11-22. Что ж, будем рады вашим звонкам и, конечно, очень важно, что есть обратная связь, потому что это и вопросы нашим гостям и ваши ответы на мои вопросы. Сегодня удивительный у нас розыгрыш. Разыгрываем пригласительные билеты на двоих каждый на премьеру фильма «Гороскоп на удачу». Киномечта вас приглашает уже со следующей недели. Этот фильм стартует и, собственно, для вас он будет показан и, мне кажется, хорошо время можно провести. Так что держите ухо востро, совсем скоро будем задавать коварные вопросы по этому фильму. Ну, а я хочу обозначить тему нашей сегодняшней программы. Звучит она вот так. 150 оттенков мира. Что это? Кто это? Для кого это? Ну, в общем, сегодня будем выяснять в эфире нашей программы. Давайте знакомиться с теми людьми, которые, собственно, пришли сюда на эфир, чтобы вам рассказать об этом удивительном проекте. Итак, с нами здесь председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев. Денис, добрый день. Руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки Софья Сарамятникова. Здравствуйте, Софья. Также с нами здесь члены Союза фотохудожников России. Это Ирина Воронкова. Здравствуйте. И Николай Федорин. Здравствуйте. Ну что, название интригующее. Я уж не знаю, какие тут параллели можно проводить, но я думаю, что вы удивительно отличаетесь своим вот этим интересным таким подходом 150 оттенков мира. Кто возьмет на себя, вот я так понимаю, из кураторов литературного направления рассказать? Софья. Ну, на самом деле, это не просто выставка, это настоящий выставочный проект. И впервые, наверное, в Самаре это выставочный проект не просто фотографов, но еще и литераторов. Вот в лице нас с Денисом Николаевичем. И конкретнее это смесь фотографий и неких таких литературных коллажных объектов на основе литературного творчества, литературной студии «Лабиринт творчества», который вот Денис Домарев руководит. То есть мы берем стихи, мы берем фотографии, и недаром это 150 оттенков мира, как видит поэт и как видит художник мир. И все это переплетается друг с другом, и удивительные получились объекты, завтра открытие, и уже можно убедиться лично, насколько вот эти вот оттенки для наших посетителей выставки будут заметны. Почему именно 150? Почему не 200, 30, 8? Потому что надо было всего 150 фотографий. А, то есть все гораздо проще, чем мы думаем. Я уже думала, какая-то великая мысль может быть заложена. Нет, сначала была великая мысль, но мы не набрали столько фотографий. То есть на тысячу замахивались. Тысяча оттенков. Денис, ты вот руководитель тоже, да, вот этого лабиринта творчества. Что за проект этот «Лабиринт творчества» и что представляет собой? Это творческое объединение, которое собирает молодых и талантливых поэтов города Самары, где-то от 14 до 25 лет. Ребята, которые действительно не просто вот там иногда поописывают стихи, которые занимаются этим достаточно уже в свои годы профессионально. Это лауреаты городских, областных конкурсов. То есть те ребята, которых не стыдно представить широкому кругу людей, тех людей, которые приходят, и я надеюсь, завтра их будет очень много, и в течение выставки придут на эту выставку и смогут и насладиться стихотворениями наших авторов молодых, и насладиться фотографиями наших замечательных фотографов. И действительно замечательно, что здесь не просто отдельно фотографии или отдельно стихотворения представлены. Здесь действительно синтез двух видов искусств. И мне кажется, это очень интересно не только нам, организаторам, но и зрителям будет. Ну, скажите, пожалуйста, я так видела на афишах, на каких-то рекламных плакатах, что проект стартовал чуть ли не весной вообще, в апреле, заявлены какие-то там цифры, нет? Я могу путать что-то? Нет, возможно, подготовка шла наших фотографов, да. Изначально возникла идея, были встречи, были обсуждения. А так старт самого проекта начинается с открытия выставки, ну и заканчивается, соответственно, с закрытия выставки 31 июля. Так, друзья, телефон прямого эфира 202-11-22, звоните нам, задавайте свои вопросы. И сейчас пришло время, наверное, с вами немножечко поиграть, потому что хочется вам подарить билеты на премьеру фильма «Гороскоп на удача». В руки Максима попадает счастливый гороскоп, по которому он должен, собственно, строить свою жизнь. И вот 30 дней, выполняя все безумные предписания гороскопа, он должен добиться расположения красавицы, получить повышение на службе и, собственно, как-то так наладить свою жизнь. Но в один прекрасный день «Гороскоп Максима» подменяет. Ну и, собственно, что из этого вышло, можно уже посмотреть в прокате с актерами, которые вы видите сейчас на экране. Вопрос мой первый заключается вот в чем. Кто же является режиссером фильма «Гороскоп на удачу»? И три варианта ответов. Тимур Бикмамбетов, Андрей Звягинцев или Арман Геворгян. Звоните 202-11-22. Пригласительные билеты на премьеру этого фильма. Уже в второй неделе проката будет вам такая вот удача сулит. Звоните, отвечайте на вопрос. Вопрос теперь мой к фотографам. Как же так получилось, что вы попали в этот проект? Лучший из лучших выходит? На самом деле, наверное, не по этому принципу происходил отбор. Просто, когда идея возникла, была идея сделать что-то нечто пестрое, некий калейдоскоп, который бы показал все срезы, все грани и все возможности наших фотографов, который бы раскрыл определенные пласты творчества и послужил бы каким-то эмоциональным импульсом для развития совместного вот этого проекта. Потому что не секрет, что фотография, так же, как и поэзия или литература, она имеет конкретный энергетический посыл. Если бы этого не было, наверное, это все было бы очень скучно, это была некая констатация фактов. Здесь как раз интерес состоит в том, что фотографы все разных возрастов. Ирина у нас представитель, так сказать, молодого поколения фотографов, но тем не менее очень талантливая. Поэтому, в целом, я думаю, что этот проект как раз и призван был призвать показать все срезы, все пласты и все грани возможностей фотографов, которые своими эмоциями, своими впечатлениями делятся. И какие-то, может быть, одинаковые, может быть, даже привычные места показывают по-разному. Поэтому здесь, наверное, вот это время, которое шло, шла подготовка, там шло горячее обсуждение. И у нас, сразу говорю, что у нас несколько расширился состав. То есть изначально планировалось порядка четырех фотографов, потом к нам еще присоединились наши коллеги. И сколько в итоге сейчас фотографов? Сейчас семь фотографов представляют свои фотографии. Ну, а насколько это удачно получилось, судить, наверное, нашим зрителям. Ирина, сколько твоих работ будет висеть в рамках этого проекта? Ну, по-моему, около двадцати трех у нас как-то получилось. Разделили поровну? Поровну, да. Да, 150 как раз, на 70. Все хорошо. У нас, собственно, даже дело не в том, что мы все разного возраста, а дело в том, что у нас у всех разная техника. То есть кто-то видит так, кто-то видит по-другому, кто-то предпочитает снимать портреты, кто-то чисто пейзажный фотограф, как Владимир Привалов. И за счет того, что у нас вот так все очень разное, мы, конечно, в процессе чуть не передрались. Ух ты, интересно. Все было очень горячо, да. Но в итоге, конечно, опыт совместить несовместимый, это было прям очень-очень здорово. Еще мы надеемся вызвать на диалог тех, кто придет к нам на выставку. Мнение выслушать. Во-первых, выслушать мнение. Во-вторых, там кто-то наверняка скажет, а я вот снял бы лучше. То есть мы готовы, мы с удовольствием посмотрим фотографии, если завезают их в группу ВКонтакте, 150 оттенков мира, или там в группу в Фейсбуке. То есть мы с удовольствием, мы готовы общаться, потому что самое главное все равно – это общение. Конечно, это обратная связь, это интерактив. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Настя. Настя, очень приятно. Настя, так понимаю, очень хочется сходить в кино? Хочется. Хочется. Кстати, с кем пойдете, если не секрет? Любима Мульта. Понятно. Настя, верите ли вы в гороскопы? Ну, вообще верю. А кто вы? Никогда сбывается. Да, кто вы по гороскопу? Весты. Ну, главный герой фильма – Телец. И, собственно, давайте выяснять, кто же режиссер фильма «Гороскоп на удачу», который, собственно, вы сможете посмотреть уже в «Киномечте», начиная с 20 июля. Настя, тетя, Арман Иван Яш. Ну, вот я не знаю такого режиссера. Хочется, наверное, посмотреть на работу и не разочароваться, а как-то, мне кажется, хорошо провести время. Весело – это комедия, это лучшие комедийные актеры, артисты на сегодняшний день в нашей стране. Ну, что получилось, решать вам. Спасибо большое, что позвонили. У нас еще есть один билет, но о нем мы чуть-чуть попозже поговорим. Пока же я хочу, наверное, расспросить наших гостей, как же это все будет происходить. Вот завтра открывается выставка в галерее «Новое пространство» в областной библиотеке. Она, я так понимаю, выставка «Вход свободный». Может прийти любой желающий. Как это будет? Ну, чуть-чуть заинтриговать. На самом деле, любая выставка, любой выставочный проект галереи «Новое пространство» совместно, особенно если он совместно с какими-то организациями города, области, наделен какими-то активностями. И какими-то интересностями, да, там что-то происходить будет. Обязательно будет интерактив в виде мастер-классов. Мы решили провести такой эксперимент. 16-го и 17-го будет проходить мастер-класс. Мы даже его предусмотрели для фотографов, между прочим. О, как. Кулинарный, наверное, какой-нибудь. Мастер-класс от писателя, журналиста Дмитрия Аксенова. Это московский журналист и писатель. Он проведет мастер-класс двухдневный. Как написать литературный текст по фотографии. И первый день это будет поэзия, и второй день это будет проза. Как маленький репортажный рассказ написать по фотографии. И на самом деле мы задумали так, что данный мастер-класс будет скорее для фотографов. Потому что... Или для людей, которые увлекаются фотографией. Как они могут, ну, как бы, применить свой литературный навык по отношению к другим фотоработам. А если нет литературного навыка, как-то развить? То Дмитрий, он виртуозно его развивает. Это человек, который ведет проект, как написать книгу за 48 часов. То есть любой... И проиллюстрировать ее еще своими фотоработками. То есть 16-го, 17-го числа, с 7 часов, мастер-класс идет где-то полтора часа, и каждый пришедший уйдет с черновиком или с готовым уже произведением. А вот потом в Центр развития поддержки чтения приходить на всякие конкурсы, батлы и выпускать книгу. Баттлы среди фотографов, мне кажется, такого еще не было при поддержке Союза литератур. Просто ручки легкие, а у нас камеры тяжелые. Ну, я тут думаю, можно поспорить. Телефон прямого эфира, 202-11-22. Хочется, наверное, сейчас обратиться к нашим горожанам. Фотография — это действительно удивительный момент. Это запечатление того, что происходит сейчас. Это восприятие действительности. А мы обратились к нашим жителям с вопросом, какое, может быть, историческое событие они хотели бы запечатлеть и свидетелям кого, чего, каких, может быть, удивительных, невероятных дат, чисел, каких-то важных, знаковых, культовых событий они хотели бы стать свидетелями. В общем, давайте посмотрим, а потом вернемся в студию. Здесь, в Самаре, хотел бы встретить в свое время Ленина, допустим, на набережной. Еще что. А любимое историческое время, где бы вы хотели оказаться? Ой, 19-й век, какая-нибудь усадьба в сельской местности, прудик, и я помещик. Сижу в теньке, ну, как Иван Иванович, Иван Никифорович, только не ругаться. Историческое событие. Мне бы хотелось, чтобы в храм ходило не 3% населения, а 93%. И тогда мы будем жить по молитвам всех, по покаянию всех, будем жить совсем по-другому. Наверное, начало первой мировой войны. Почему? Потому что я очень люблю Серебряный век. С Кутузовым, скорее всего, я хотел бы познакомиться с ним, спросить, как у него дела. Спросить, как у него в голове вообще появились такие грандиозные планы. Ну, в войне можно было там поучаствовать? Какое? Ну, наверное, восстановление войны какого-нибудь года, например, 45-го, может быть. Почему? Ну, как бы увидеть все, что пронесли наши предки, что они терпели, какие жертвы они несли. Мне было бы это интересно. А может быть, есть какой-нибудь выдающийся действенный, с которым ты хотела бы познакомиться? Жуковский. Не знаю почему, но мне хочется с ним познакомиться. Только не войну, только не революцию. Этого точно не хотела бы стать свидетелем. А может, есть какой-нибудь исторический персонаж, с которым вы хотели бы познакомиться? Ну, Петр Первый. Очень хотела бы познакомиться с ним. Я же не знаю, я бы хотела познакомиться со Станиславским. Потрясающий человек, просто мой кумир. Так как я поступила на факультет актрисы драматического театра кино, просто потрясающий человек, создатель системы Станиславского. Ну, я не знаю. Ну, это, конечно, невозможно, но я бы поучилась у него. Уж какие исторические или не очень события запечатлены на фотографиях фотографов в рамках проекта «150 оттенков мира». Вот будем сейчас выяснять, что интересного еще будет происходить до конца выставки. Я думаю, сможете и вы почерпнуть для себя что-то новое. Какие, я так поняла, тематические все-таки будут подразделения у фотографов? Да, пейзажи, портреты, репортажи. Что будет? Николай, вы что подготовили? Ну, там будут, конечно, все названное практически и даже больше, потому что споры шли. Ну, пускай это будет небольшой интригой. То есть те, кто придут, они сами посмотрят и сделают как бы свою градацию. Разумеется, без пейзажа, наверное, не было бы каких-то стихотворных, значит, впечатлений, да, когда печальная пора, очарование там и так далее. То есть... Летах. Я думаю, что вот то, что вы говорили по описанию, да, то есть текстовому описанию фотографии, это, наверное, не совсем функции фотографа. Фотограф должен говорить своими фотографиями. Да, поэтому эту историю нужно читать уже непосредственно с фото. Вот. Все, что касается описаний, да, это впечатление, это некие яркие моменты, которые, наверное, у того или иного фотографа были, и которые он решил передать посредством вот фотоизображения. Поэтому я бы не хотел сейчас условностей и каких-то градаций проводить. Там будет многое, и срезы вот эти вот как раз, они подчеркивают индивидуальность того или иного участников в этой выставке. Не страшно? Юрий Стрелец, это понятно, что это замечательный репортажный фотограф, который, значит, свой вклад тоже ввез. Вот. Ирина Воронкова тоже замечательно снимает людей. Привалов, Владимир и Наталья Привалова, они снимают пейзажи, как и я, собственно говоря, тоже люблю это дело. Вот, поэтому те фотографы, которые представлены, они где-то, они, наверное, соответствуют тем жанрам, которые будут на выставке присутствовать. Я вот почему спросила, не страшно ли, что застихуют до такой степени, что потом, не знаю, какое-то сознание поменяется, уже сидишь, думаешь, надо, может быть, еще, еще снимать или, наоборот, убрать фотографии. Не страшно? Да мы как-то все уже состоявшиеся, по большому счету. То есть мы можем расширить, то есть, мне кажется, это очень здоровский опыт, потому что, если ты откроешь что-то новое, значит, уже было не зря. А страшно? А что бояться-то? Нет, нам будет, наоборот, мысли людей. Наверное, будет интересно услышать то, что наши литераторы, это для нас тоже явится своеобразным сюрпризом, да, то, что они будут озвучивать, то, что они будут читать. Вот это будет интересно, а страшно нет. Наоборот, очень интересно узнать мнение. Мне кажется, в мире современного медиа, наоборот, очень важно, то есть не только владеть, ну, камерой и уметь видеть что-то, а важно еще и описать, потому что, когда нет возможности общения тет-а-тет, народ может только прочитать, то есть короткая аннотация, она не дает зачастую какого-то, ну, полного, а вот уметь раскрыть мысль так, чтобы это было понятно, и вот оно прочувствовалось, это, конечно, талант. Интересно, литераторы научат фотографов придумывать интересные подписи к своей фотографии? Я думаю, да, кстати, вот. Мне кажется, это основная проблема фотографов. Вот я хотела спросить, да, что не просто у озера. Нет, обычно три звездочки еще есть, очень популярно. Иногда хочется закрыть ладошкой и просто смотреть на фотографии. А где же вы были-то? На выставках так сплошь и рядом, я не знаю, натюрморт, ну, или там пейзаж, там, Волга, да, закат. Вот как-то с этим, я не знаю, сталкивались, что желание есть не то, чтобы подсказать какую-то подпись к фотографии, а может быть, тогда действительно. На самом деле, как раз для этого мастер-класса некоторые существуют. 22-го числа, это я продолжаю тему мастер-классов, мы попробуем как раз вот такую творческую энергию направить на, ну, больше фантазии включить и в названия, и в тексты, и в создании каких-то картинок, образов, оттенков. Опять же, состоится мастер-класс от художницы-колложистки Ирины Севастьяновой. Она как раз будет резать некоторые фотографии и сочетать их с текстами, и будут появляться такие вот смысловые коллажи, и также часть выставочного пространства будет заполнена лучшими работами, то есть лучшие участники мастер-класса могут стать, ну, как бы, соавторами. Соавторами, да, этого проекта. Здорово. У меня ассоциация, почему-то, все равно с социальными сетями. Выложил картинку, придумай какую-нибудь прикольную подпись, желательно в стихах, и опубликуй. А сейчас все в социальных сетях, то есть, конечно же, активность и во встрече, ВКонтакте, она есть уже, начинается потихоньку, можно начинать представлять наших авторов. Ну, в общем, я думаю, все будет хорошо. Вообще, это мое любимое задание для зрителей, в том числе, когда дается какая-то фотография, какой-то момент, и нужно придумать подпись. У наших зрителей порой бывают трудности с этим, потому что все стесняются. Порой зачастую это какие-то четверостиши, типа «Я на озере сижу», или «Я там что-то такое», и «Честушки». А вот как высоко литературного произведения добиться? Кто эти люди, кто будет осуществлять именно вот эту стихотворную составляющую? Ну, как раз вот Денис Николаевич Думарев у нас занимался отбором, отбором. Кастинг проводил? Да, кастингом. Расскажите, кто это? Все, кто входит в лабиринт творчества, это лучшие действительно авторы. Я удивлена, что они очень юные, и такие у них взрослые, интересные тексты. Потрясающие совершенно. Как можно в 16 лет написать такие стихотворения? До сих пор для меня загадка. Мы тоже как бы поэты, и задаем себе... На пятки наступают, потихонечку. Ну нет, мы рады уступить дорогу. Здорово, Денис, но расскажи, кто эти люди, и как это будет происходить? Ну вот как это будет происходить, это будет интересно происходить. Мы не столько, наверное, такие вот, допустим, свободные микрофоны мероприятия, где можно прийти просто почитать и послушать, но они проходят постоянно. Я не думаю, что они, так сказать, могут быть объектом вот такого большого мероприятия, такого необычного мероприятия. Поэтому мы скорее делаем ставку на то, что эти тексты будут визуально представлены. То есть висит фотография рядом стихотворения? Нет. Это было бы слишком, наверное, просто и не очень интересно, да, вот рядом распечататься на листочке стихотворения, повесить его рядом. А что-то будет стоять читать? Вот как стихи будут представлены, это будет очень интересно посмотреть. Это будут композиции из разных предметов, на которые будут нанесены тексты. То есть там... Вот заморочились-то люди, какие вы молодцы! Из всех тайн, но стихотворение можно будет почитать на каких-то объектах, которые увидят люди на выставке, там, на подоконнике, на потолке. Нельзя писать на подоконнике. Это будет именно на вот таких интересных предметах придуманных. Поэтому вот как представить, как фотографу, да, увидеть, наверное, вот необычную картинку и передать ее через фотографию, так и поэту, недостаточно просто написать стихотворение уже сейчас, да, там и распечатать его или прочитать. Нужно уже искать способы подачи, чтобы это было интересно не просто как текст, в первую очередь как текст, конечно, но и как он будет подан, как он будет либо прочитан, где он будет напечатан, где он будет написан. Испечь пирог с текстом. Поэтому вот хорошо, что в этой выставке сочетается и текст, и его подача, и фотографии, и взгляд вот фотографов на нашу реальность, действительность. Я, кстати, вот был при подготовке выставки уже, поскольку как кураторы мы имеем возможность начать смотреть эту выставку раньше, чем обычные люди, простые смертные, да? И вот буквально вчера был на этой выставке, мне очень понравилось, кстати, многие фотографии там, да все еще вчера не были подписаны, это еще процесс идет, я просто остановился, у каждой фотографии мне даже не важно, что под ней будет написано, мне очень нравилось то, что ребята делают, и действительно у меня может быть непрофессиональный взгляд, и это хорошо, наверное, что у меня непрофессиональный взгляд, Но многие фотографии просто заставляют остановиться и не просто посмотреть, ну, неплохой закат там, да, или неплохой человек, да, а действительно стоять, думать, размышлять, может быть, даже какие-то строчки рождаются в голове, когда смотришь на иные фотографии. И также я думаю, что и те вот объекты, на которых будут размещены стихотворения наших молодых авторов, тоже будут заставлять не просто прочитать текст, но еще и постоять, и подумать, и посмотреть, и, может быть, что-то сочинить. Мы же всегда призываем к сотворчеству, да, чтобы человек пришел, может быть, потом сам взял фотоаппарат и сделал что-то подобное или что-то свое, чтобы он прочитал стихотворение и пришел домой, написал, попробовал что-то свое написать. Поэтому элемент сотворчества, который в этой выставке, безусловно, есть, он для нас важен. И мы призываем не просто смотреть, быть просто созерцателем, но и сотворщиком. Еще после этого что-то и самому какой-то след оставить. Нет, сотворчество — это хорошо, а согласование все-таки текстов и фотографий как происходит? И происходит ли? Вдруг фотографу не понравится то, что написано под его снимком? Это не совсем под его снимком. На самом деле два жанра, они, конечно же, в данном проекте сочетаются, но, тем не менее, это все-таки два разных жанра. И здесь как раз мы пошли на пути осмысления. Вот есть некий такой собирательный образ фотографа с его осмысленными. Каждая работа, на самом деле, она не может быть пустой на этом проекте. Каждая ведет к какому-то раскрытию фантазии, воображения, какие-то действительно стихи пришли в голову. То же самое с литературными произведениями, которые на таких вот арт-объектах у нас представлены. И как-то они перекликаются, естественно, по настроению. То есть так как выставка поделена на жанры, так и стихотворение, некоторые строки, они также имеют жанровую какую-то особенность. И скорее мы даже зрителям представляем возможность, вот есть отрывок стихотворения, их там много достаточно, вот есть фотографии, попробуйте сами соединить. Какой, на ваш взгляд, какой отрывок стихотворения подходит к какой фотографии? Или, наоборот, фотографии к какому стихотворению подходит? Квест-игра. Не даем готовых решений, что вот именно так должно быть четверостишек этой фотографии. Пусть человек сам придумает, как ему интереснее, как он это видит, как он это себе представляет. Ну, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам обязательно. Ну, а я обещала вам еще один розыгрыш, еще одних пригласительных на двоих. Это пригласительные в «Киномечту» на вторую неделю проката фильма «Гороскоп на удачу». Он уже стартовал в кинотеатрах. Если вы уже посмотрели, ну, например, или трейлер посмотрели, или, может быть, уже фильм сходили, посмотрели, ну, и понравился он вам, и хочется вам подарить билеты кому-то еще, сейчас для знатоков этого фильма «Гороскоп на удачу». Мы видим кадры сейчас на экране. Так вот, вопрос номер два. Сколько же времени руководитель главного героя Максима дал ему, чтобы вернуть главного клиента? Две недели, три недели или одну неделю? Ну, тут пальцем в небо, как говорится. Либо угадайте, либо нет. Пытайте счастья, звоните 202-11-22. Что же хочется еще спросить? Как будет работать, наверное, выставка? Что можно там с собой принести, не знаю, унести? Как-то так. Будет ли какой-нибудь аукцион фотоработок? Как это любят у нас обычно устраивать. Выставка будет работать по режиму работы галереи «Новое пространство». Режим есть на сайте библиотеки. На самом деле, выходной понедельник. Что не знает, да-да-да. Очень многие не знают, что у нас и музеи, и библиотеки отдыхают. До восьми часов выставка работает. Насчет аукциона – это, наверное, вопрос к фотографам. А так, все, что проходит на мастер-классах, может как и уноситься с собой, так и становиться частью этого выставочного проекта в зависимости от желания наших посетителей. Как будут оформлены фотоработы? Вы их сами оформляли или просто отдали фотографии? Они уже оформлены, они уже висят, уже почти прямая, финишная. Ну, а вы сами-то пойдете? Конечно, разумеется. Поэтому вот надежда такая, что каждый унесет, прежде всего, какие-то свои впечатления. Я надеюсь, что они будут с хорошими впечатлениями от открытия, да. Разумеется, на открытии будут все авторы. Мы обязательно придем, потому что услышать хотелось бы не только наших коллег, которые помогали нам готовить, или даже в соавторстве, да, выступают, но и тех людей, которые придут на выставку, чтобы поделиться какими-то своими впечатлениями или мыслями, да. Всем будем рады, разумеется. И вот как бы то, что вот нас сподвигло на этот проект, я надеюсь, что это будет какое-то развитие дальнейшее, может быть, получит в конечном итоге. Ну, книгу с иллюстрациями. Больше всего, конечно, хотелось бы диалога с теми, кто пришел. Хотелось бы, то есть, ну, посмотреть какие-то работы, которые люди будут присылать. А никаких конкурсов там не будет? Пока нет. Ну, выставка, она еще будет длиться какое-то время, поэтому что-то, может быть, придет нам. Да, нужно следить просто за новостями в группе, и все, что у нас, то есть, ну, перепланируется, что-то новое появляется, все новости отражаются там. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алексей. Алексей, Алексей, кто вы по гороскопу, расскажите? Дева. Угу. Пишите ли вы стихи? Нет. Может быть, фотографируете? А, тоже нет. Ну, тогда прямая дорога вам, Алексей, в кино. Ну, тут вопрос действительно на удачу, и это фильм «Гороскоп на удачу». Сколько же времени дал руководитель Максима для того, чтобы он разобрался с их главным клиентом и вернул его? Я думаю, что две недели. Две недели? Вы уверены? Ну, наверное, да. Ну, это действительно так уж, я не знаю, подглядели ли вы или догадались, но в любом случае билеты ваши отправляетесь в киномечту. Я же напоминаю, что стартовал фильм, проект называется «Гороскоп на удачу». В руки Максима попадает счастливый гороскоп, по которому он должен прожить 30 дней, выполняя все, что там написано. И только тогда он сможет как-то действительно изменить свою жизнь, добиться расположения самой большой в его жизни любви, красавицы в роли ее Анны Чаповской. Ну, и в один прекрасный день кто-то подменяет «Гороскоп Максима», что из этого происходит. Идите, смотрите, хорошо проводите время. Мы же продолжаем наш разговор. У нас здесь 150 оттенков мира. Ну, все-таки зацепилась я за название. Ну, почему мира? Почему не Самары? Почему мира? Там какие-то масштабные работы таких уже, не знаю, территорий меняются. Я думаю, изначально у нас это все стало от фотографий, все-таки не от литераторов. Ага. Кто был первым, литератор или фотографы? Курица или яйцо. Курица или яйцо, действительно. Кто? Ну, то есть изначально была идея сделать фотографии, потом, то есть, ну, проект перерос в нечто большее, и подключились уже литераторы. С самого начала хотелось показать то, что мы там видим в интернете, по телевизору, и сейчас многие путешествуют и видят своими глазами, но показать так, как видим это мы. Ну, какую-то свою индивидуальность, наверное, показать. То есть там будут какие-то фотографии не только самарские, не только... Там будет очень мало фотографий Самары, на самом деле. То есть мы говорим о том, что идея космополистства, она сейчас наиболее живая, что границы, они все больше размываются, и уже неважно, в каком там городе ты просыпаешься, что главное, кто ты есть вот в этом большом-большом мире. Именно поэтому, то есть мира, оттенки как бы понятны, а 150, мы долго думали, то есть хотелось какое-то... Красивое число? Нет, хотелось какую-то привязку к чему-то, какую-то логическую отправку. И мы решили, что у нас получается 150 работ, хорошее, красивое число, пусть будет 150 оттенков. На самом деле материала было гораздо больше. Мы изначально подумали, что нам и 300 было бы мало, наверное, но высочные площади таковы, что 150, ну, приблизительно тот объем, который без ущерба для самих работ можно разместить в этом зале нашем. Поэтому вот, наверное, и родилось 150 именно. Ну, а почему мира? Потому что, да, это калейдоскоп, это впечатление, впечатление, они не зависят от места, где ты их получил, да? То есть это некий посыл энергетический, который мы получаем в том или ином месте. Поэтому тут, наверное, не столь важно, что и как, да, названо, сколько важно содержание и то, что в конечном итоге получилось. Поэтому посмотрим. Еще почему мира? Потому что какое-то душевное спокойствие, которое вот присутствует... Оно вот, оно как-то стабилизирует. Сейчас каждым к концу эфира вообще философию какую-нибудь... Нет, философия на самом деле есть, ее просто очень сложно так вот в нескольких словах. Это все рождалось очень долго, это все было несколько месяцев, как бы достаточно горячих обсуждений. Ну, не мучительно, конечно, удовольствия было тоже. Левоны же сказали, что чуть не подрались тут. Да. Ну, мы же все такие, все истетворческие. Ну, Ирина практически была автором названия, поэтому... Это приоткрывная такая секрет. Все вопросы к ней. Человек креативный. Ну, понятно. Софья, ну вот расскажи, где-то у меня будут мастер-классы, да? Давай повторим еще раз, какие дни и что будет происходить. 16-го числа мастер-класс «Как написать стихотворение по фотографии» ведущей Дмитрия Аксенов. Также Дмитрий Аксенов. 17-го числа, также в 19 часов мастер-класс мини-рассказы, репортажного рассказа, также по фотографии. Нужно ли приносить с собой что-то? Все... Будет... Все выдается, да. 22-го. 22-го мастер-класс по созданию коллажа. С использованием фотографий и текстов. А можно свои приносить? Можно. Можно приносить свои. Есть фотографии, я принесу там что-нибудь, составлю, вот. Можно приносить свои фотографии, свои тексты. Профессиональный художник, она научит, как что... Оказывается, не все люди знают, как клеить вот эти вот бумажечки. То есть она говорит, это частый вопрос. Вот она научит буквально с азов техники коллажа. И лучшие работы будут представлены на самой выставке. То есть пришел на выставку, поучаствовал в мастер-классе, сам очутился на выставке в качестве участника. Да, да. Если у тебя лучшая работа. Ага, то есть еще будет жюри какое-то. Ну, такая объективная оценка. Это понятно, по фотографии, Денис, а для литераторов будет ли какая-то площадка, вот именно, что они там... Им поставят фотографию Ирины, например, а они будут соревноваться в лучшем написании стихотворения. Ну, Дмитрий Аксенов как раз, являясь журналистом и писателем, он проводит такую... Почему мы хотели, чтобы не только выставка сочетала фотографии и стихотворения, но и мастер-классы, чтобы сочетали. И один вид искусства, и другой, и как они, и в каких точках они соприкасаются, и как они соприкасаются. Как раз вот такой человек достаточно интересный и интересно рассказывающий, у него есть чему поучиться. Действительно, я его несколько раз слышал и был на мастер-классах. Это действительно стоит того, чтобы прийти, поучаствовать и действительно открыть в себе и фотографа, и писателя, и хорошего человека еще к тому же. Поэтому интересно это будет многим людям. А учитывая, что это, как часто бывает в областной библиотеке, это бесплатно, наверное, это... Пожалуйста, посадите и говорите. Стимул двойной, да, прийти. Плюс еще лето, а там прохладно в библиотеке, поэтому... И на самом деле мероприятий не так много интересных. Ну, летний сезон такой отпускной. И вот то, что в середине июля открывается такой интересный проект, это еще один стимул для того, чтобы не просто там на набережную сходить, но по дороге на набережную еще зайти в библиотеку. Тем более до 8 часов вполне себе то время, когда можно из работы вернувшись, прогуливаясь вниз к набережной, заскочить на родной адрес проспект Ленина. А я хотела спросить, финал-то каков? Будет ли какое-то масштабное закрытие? Может быть, какие-то итоги вы будете подводить? Итоги, они будут, конечно, подведены. Все будет в социальных сетях. За всем нужно следить. То есть какие-то победители даже будут? Победителей нет. Ну так хочется, почему-то, чтобы было. Лучшие работы же будут представлены на выставке. Авторы будут уже озвучены в соцсетях обязательно. Все победители, все победила дружба. Тоже хорошо. Все победители. Поэтому это не соревнования. Это просто общий проект, да? Да, это общий проект, где представлены действительно лучшие работы и лучшие авторы Самарской области. То есть в процессе подготовки уже отсеялись, да? Ну не скажу, что худшие какие-то, но подходящие именно к этой теме. На канале самые выживаемые. Ну вот, я так подозреваю, на кулачках там были бои, у кого объектив больше. Я уж не знаю, как это будет. То есть будет просто финал, какое-то закрытие, какая-то творческая встреча. Вы там соберетесь, пообсуждаете. Итоги, да, конечно же, будут. Ну как после любой выставки, выставочного проекта, мы, конечно, подводим промежуточные итоги. Чтобы начать что-то новое. 300 оттенков. А до какого числа будет выставка? 31 июля закрытие. То есть целый июль можно будет еще недели три как минимум ходить, смотреть. А вот это моя фотография, а вот тут хорошо. А они будут висеть на своих местах, то есть их как-то не будет? Нет, нет, все, все, оно висит, как положено в галерее. На самом деле фотографии такие, и действительно достаточно много, и каждая работа по-своему уникальна. Поэтому, может быть, даже кому-то не хватит одного раза прийти и посмотреть, как в музей ходят же. Нет, не один раз, да, там есть работа, над которой, может быть, стоит постоять, подумать. Это хорошо, если такие работы есть. Может прийти один раз, но не ограничиться этим, заходить хоть каждый день, потому что там и текстов достаточно много интересных, которые стоит почитать, и фотографий много, и все это очень интересно сочетается. Поэтому, опять же, я думаю, что вот такой проект, компиляция двух видов жанра, это, наверное, только первый шаг сближения писателей и фотографов. Я надеюсь, что мы и дальше будем какие-то проекты совместно делать. Добавить звук? Может быть, почему бы нет. Но вот этот первый блин, он уже точно комом не выйдет, и на это стоит посмотреть. Денис отвечает. По крайней мере, за своих поэтов точно отвечает. А за фотографа за своих отвечают? Вроде все понравилось. Вам понравилось все? Конечно. Кстати, насчет добавить звук, аудиосопровождением выставки будут стихи, аудиостихи, которые написаны при поддержке радио «Время звучать». Ну, как обычно, наш партнер. У нас там есть проект «Наши поэты», где мы записываем лучших поэтов в Самарской области в рамках конкурсов, без конкурсов. И эти стихи, там, музыкальное сопровождение, будут звучать на фоне выставки. Можно ходить и слушать. Ходить и слушать. Друзья, приходите, смотрите, слушайте, творите, в общем, общайтесь. Опыта можно почерпнуть невероятного. Еще раз хочется напомнить, что здесь, в нашей студии, в программе «Универсальный формат» были ребята, которые представляют проект «150 оттенков мира». Уже совсем скоро, буквально на днях, стартует он в областной библиотеке в галерее «Новое пространство». Я же хочу вам напомнить, что у нас также продолжается конкурс. Конкурс вместе с газетой «Вабанк» и телеканалом «Самаргиз». Приз «Путевка в круиз». Сделай летнее фото на отдыхе, чтобы обязательно была там в кадре газета «Вабанк». Выкладывай в социальные сети, на нашем сайте вся подробная информация. И жди, когда конкурс завершится, вдруг ты отправишься в круиз. Почему нет? Желаю всем удачи. Вам большое спасибо, что пришли. Спасибо. Друзья, творите, думайте что-нибудь интересное. И приходите к нам в эфир, рассказывайте об этом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин